На календаре 10 марта Утром 10 марта 1861 года в Самару приехал флигель-адъютант российского императора Александра II Иосиф Владимирович Гурка. Он доставил текст всемилостивейшего манифеста о крестьянской реформе. В тот же день на улицах и площадях губернской столицы были расклеены объявления о назначенной на следующий день церемонии чтения манифеста и благодарственного молебна во всех храмах города. 10 марта 1872 года в Самаре открылась богодельня. Купец первой гильдии Иван Васильевич Константинов за свой счет выстроил каменное двухэтажное здание, снабдил его всем необходимым и подарил городу. По велениям императора Александра II этой богодельне было присвоено имя купца. Так она стала Константиновской. В начале 1905 года Российскую империю охватила волна забастовок. 10 марта того года к ней присоединились и рабочие Жигулевского пивоваренного завода. Они выдвинули следующие экономические требования – сделать восьмичасовой рабочий день и увеличить зарплату. В итоге на предприятии выставили полицейский патруль, а зачинщиков забастовки уволили. Ежегодно 10 марта в России отмечается День архивов. Пока это лишь неофициальная дата, но выбрана она не случайно. 10 марта по новому стилю 1720 года царь Петр I подписал первый в нашей стране государственный акт – генеральный регламент или устав. Этот документ определил основы организации государственного управления и ввел во всех органах власти архивы и должность архивариуса, которому надлежало письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. В один день, 10 марта, только в разные годы, а порой и столетия, появились на свет многие знаменитости в их числе. Великий князь московский Василий II, российский император Александр III, русский театральный актер, первый исполнитель роли Чацкого Василий Каратыгин, известный советский и российский композитор, автор музыки ко многим популярным художественным фильмам Александр Зацепин, американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис, голливудская актриса, продюсер и бывшая модель Шерон Стоун, любимый многими зрителями советский и белорусский актер театра и кино, кинорежиссер Владимир Гостюхин и другие выдающиеся личности. Именинники дня сегодняшнего – Евгений, Николай и Федор. В народном календаре 10 марта почитают святого Тарасия. По преданию он отличался исключительной добротой, был отцом всех нищих и сирот, утешителем скорбящих и защитником обиженных. На Руси этот день получил название «Тарас бессонный». Наши предки считали, что нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в беспробудный сон. Потому в этот день не ложились спать до самого захода солнца. Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, чтобы лихорадка не поймала именно в этот момент. Это все, что мы успели вам рассказать о 10-м дне весны. Пусть он сложится для вас удачно!